Это кадры ЧП, случившегося в марте в Долгом. Строение, возведенное в середине 80-х прошлого века по так называемой финской технологии, сгорело полностью. Основная версия, неосторожное обращение с огнем, впоследствии подтвердилась. Сначала второй этаж начал гореть, потом пошел на все первый этаж. Губернатор Вадим Потомский и члены правительства тогда выехали в район, чтобы на месте оценить ситуацию и решить, чем помочь пострадавшим. Пострадавшим. Погорельцы, нуждающиеся в пристанище, были расстелены. Среди поручений главы региона на первом месте решение квартирного вопроса для пострадавших. Мы будем здесь дом строить, на этом месте. Сносить это все, все вычищать до нуля, вместе с грунтами возить и здесь ставить дом. На аппаратном совещании проблему должанских погорельцев подняли снова. Все обязательства будут выполнены, несмотря на возникшие проблемы. В первые дни работа была великолепна, проведена хорошо, если так можно сказать, о работе на пожаре. Но в дальнейшем у нас все начало подбуксовывать. Вопрос, строит ли кирпичный дом, либо дом из быстро собираемых конструкций. Глава администрации Болженского района был у губернатора и было принято решение строить кирпичный дом. Но, к сожалению, у подрядчика нет пока проекта. Основная проблема, Александр Юрьевич, на сегодняшний день заключается в том, что с этого года действует новая норма. То есть до трех этажей можно строить без экспертизы, но на бюджетные деньги только под экспертизу проекта. И это основной камень преткновения, который нам мешает. Решение нужно найти в ближайшее время, подытожил Александр Бударин. Под контролем правительства еще одна тема – объекты 450-летия. До юбилея города осталось 92 дня. По всем объектам губернатору представлен график открытия, сказал зампред Александр Аремига. По набережным федеральные средства мы в полном объеме получили 36,6 миллиона рублей. Дорогу справа от набережной, там куда? На набережной Дубровинского. Она находится в контрактах города Орла. Это отдельный лот. Сейчас торги будут подведены 11-12 мая. Вот этот кусок там, ну сколько там, 200 метров дороги. Надо быстрее ее сделать. Здесь мы провели площадки. С боковой стороны сделали ограждение, а центр остался без ограждения. Посмотрите, пожалуйста. Также на аппаратном совещании зампред Александр Аремига напомнил, что Орловской области дополнительно выделено свыше 320 миллионов рублей для строительства сельских дорог. Это самая большая сумма по ЦФО и вторая по величине в стране.